Здравствуйте! Пандемия COVID-19 продолжается. Если по условиям карантина разрешено ходить на работу, посещать кафе или рестораны, то очень важно после перемещения из комфортных домашних условий на работу в кафе или ресторан здесь правильно принять пищу, чтобы контролировать один из самых опасных путей проникновения коронавируса в ваш организм. А именно через пищеварительную систему. Каждый второй больной коронавирусной инфекцией страдает диареей. И в этом случае иммунная система не получит полноценно все полезные вещества для достойного иммунного ответа. Иными словами, у вас иммунитет может выработаться на короткое время, либо вовсе вас не защищать, и повторные заражения вероятны. Поэтому переместившись на работу, либо переместившись в кафе, либо ресторан, первое, что вы делаете, вы принимаете пищу. Правильно. Если экипировка в пути, у вас очки, маска, перчатки можете носить, можете не носить. Не имеет значения, каким образом вы грязными руками, либо грязными перчатками перенесете коронавирусы на лицо, если у вас этих аксессуаров нет. Поэтому это руки защищаете как хотите, лицо и глаза должны быть закрыты. И начало приема пищи вы экипировку меняете. Очень просто. Вы освобождаете только рот для приема пищи. Несущественно эта работа кафе, либо ресторан, нужно контролировать там и другие условия. Только после этого вы можете снять маску, снять очки и принимать пищу в более привычном для вас виде. Руки моете прямо перед употреблением пищи. Далее, что нужно делать? Вот тут ваше действие зависит от исходного состояния вашей пищеварительной системы. Если у вас хронический гастрит со сниженной секрецией желудочного сока, то возможно не хватит соляной кислоты для полноценного переваривания пищи и для уничтожения коронавирусов. Напомню, что коронавирусы не выдерживают PH 3 и меньше. А нормальная секреция желудочного сока и переваривания пищи при PH от 0,9 до 2,5. Иными словами, если вы подтянете к этим значениям работу своего желудка, то коронавирусы для вас угрозы представлять не будут. Что вы делаете? Если вы в условиях работы, вы по совету своего семейного доктора используете те средства, которые помогают повышать секрецию желудочного сока и переваривать вам пищу, если вы находитесь в кафе или в ресторане, вы можете использовать и эти средства, и более логичные в этих условиях аперитивы. Например, красное либо белое вино. Сухое, полусухое. Если шампанское, то список продолжается еще. Блюд можно использовать. В этом случае низкая концентрация спирта, она не губительна для коронавирусов напрямую. Они в такой концентрации не погибают. Но! Выделение активного желудочного сока на эти напитки приведет к тому, что коронавирусы погибнут под действием соляной кислоты. И в этом случае прием пищи для вас приносит удовольствие. Без риска заразиться опасной коронавирусной инфекцией. Также вы можете использовать и пиво, как низкоалкогольный напиток, который выполняет те же функции. Что делать дальше? А дальше порция рыбы, птицы, мясо не жирное. Иными словами, если птица, то курица, филе. Если грудка, если рыба, то это может быть ментай, хек. То есть рыба, которая не содержит достаточное количество жиров, которые подавляют секрецию желудочного сока. И вот тут вопрос. Жир подавляет секрецию, алкоголь усиливает. Чтобы этот баланс был в вашу сторону, пища должна быть максимально обезжиренной. Да, она будет не такой вкусной, но зато она будет безопасной. И это нужно учитывать. Гарнир, фрукты, овощи обязательно после адекватной тепловой обработки, напомню, секреция желудочного сока у вас снижена. И полуценная дезинфекция пищи может не состояться. Если вы имели слишком сильный аппетит, и у вас пищеварение приостановилось, секреции желудочного сока нет. Те же аперитивы, которые вы использовали до еды, можете использовать во время еды. Это поможет вам лучше переварить пищу и снабдить, самое главное, вашу иммунную систему полезными веществами. В случае заражения коронавирусной инфекцией, ей хоть будет чем ответить. Я имею в виду иммунные системы. Выработать иммунитет. И вы выйдете из заболевания с наилучшим результатом. Иными словами, с иммунной защитой. Эти и другие полезные советы в большем количестве вы можете прочитать в моей книге. Новый опубликованный COVID-19. Что делать? Можно ее прочитать, можно скачать, можно купить. Есть разные варианты. Но очень важно правильно поддерживать свою иммунную систему. И правильно использовать прежде всего пищеварительную систему. От работы которой зависит ваш уровень здоровья здесь и сейчас. И перспектива в случае заболевания коронавирусной инфекцией. Что делать, если у вас гастрит в состоянии раздражения, гастрит обострения? Как правило, кислотность повышается. Гастродульнид. Тем более. Язвенная болезнь 12-перстной кишки. Тем более. Нужны вам апперититы. Да зачем? Вам заболевание создало нужную кислотность? Используйте свой желудок. Порция мяса, рыбы, либо птицы в начале еды поддержит пищеварение. Ну, овощной, либо фруктовый гарнир в данном случае помогут вам разнообразить ваш рацион в кафе, ресторане, либо в рабочих условиях. Что делать, если у вас эрозивный гастрит, дискинезия желудочного пузыря, либо по причине какой-либо удален желудочный пузырь? В этом случае апперититы вам не проходят. Прием пищи может быть более вкусным. Я имею в виду, что мясо, рыба, птица могут быть с небольшим количеством жира. В этом случае ваш желудок тоже будет лучше работать и переваривать вашу пищу. Но, эти все советы важны, когда вы посмотрели мое первое видео. Предыдущее видео, в котором я рассказал, как правильно питаться в домашнем условии, чтобы перемещаться безопасно в окружающей среде. И в этом случае вы уже поддерживаете. У вас есть элементы правильного питания, в котором есть режим питания, есть рацион питания. Как минимум, два приема пищи вы уже сделали правильно. И это очень здорово. Потому что, напомню, от правильной работы пищеварительной системы зависит правильная работа вашей иммунной системы и организма в целом. Поэтому ссылочку на это видео вы видите. Можете перейти, посмотреть ту очень важную информацию и правильно использовать для своего здоровья и активного долголетия.